Добрый вечер, дорогие друзья! Откровенный разговор продолжает свою работу. С вами я, Гила Васадзе, и сегодня мой гость Надежда Киворкова, которую вы прекрасно знаете. Здравствуйте, Надежда! Сегодня я бы хотел поговорить с вами на тему, которая, в принципе, стала традиционной для этой передачи. Это тема «Зачем Россия и Кавказ?». Уже ряд очень авторитетных и интересных людей ответили на этот вопрос или попытались ответить на этот вопрос, но, конечно же, это были мнения, скажем так, политологов, политических аналитиков в чистом виде, и практически большая часть ответов была сосредоточена на чистой актуальной политике, скажем так. Я почему-то уверен, что вы не ограничитесь только актуальной политикой, поэтому, ну что, традиционно первый вопрос – зачем Россия и Кавказ? Как раз мне-то хотелось бы именно на сегодняшнем дне сосредоточиться, потому что, когда мы уходим в историю, мы невольно, ну как бы, позволяем себе какие-то такие подпорочки нам поставить, и здесь объяснить попроще, тут объяснить попроще. Сегодняшний момент таков, что, конечно же, Россия, Кавказ не понимает, она не знает, что это такое, она не понимает людей, она не понимает менталитет, и сегодняшняя Российская Федерация способна только по какому-то зову души или по какой-то необходимости, как они её себе вычерчивают совершать, ну то, что впоследствии, может быть, и я просто уверена, будет названо военными преступлениями на Кавказе. Если мы разделим Кавказ на Северный и Южный, то здесь вопросы по-разному, наверное, стоят, потому что Северный Кавказ, ну как общеизвестно, полностью зачищен, он полностью обескровлен, количество убитых там людей за последние 22 года никем не посчитаны, и даже жертвы в Чечне различаются практически в 10 раз, потому что Федеральный Центр Российской Федерации называет 25 тысяч человек, иногда 125 тысяч человек, и чеченская сторона в своё время считала, что меньше 250 тысяч, просто говорить о меньшей цифре неэтично, потому что очень много было народу убито, но это только Чечня, есть ещё Дагестан, есть ещё все остальные территории Северного Кавказа, где, ну просто территория зачищена от всего, она зачищена от активных людей, от людей, которые что-то придумывали, делали, обучали, от школ, от преподавателей, от учёных, в конце концов она зачищена от самой активной молодёжи, потому что, как мы знаем, весь 13-й год перед Олимпиадой, мы тогда не понимали, журналистское сообщество, честно вам скажу, не до конца понимало, что происходит, потому что ФСБ на Кавказе выдавало очень активно паспорта всем, то есть буквально человек приезжал из леса, ему выдавали паспорт международный, и он уезжал спокойно в Турцию и как хотелось ФСБ дальше, так скажем, из знаменитого селения Гимры, это родина имама Шамиля, это вообще такой удивительный аварский аул, аварское поселение, которое находится в полной абсолютной блокаде с 2007 года, это вообще рекорд. Где все граждане пронумерованы, и у каждого человека, живущего в этом селении, есть, как в Освенции, знаете, свой номер. Вот из этого селения было выдавлено в 13-м году 200 семей. Представляете, какое громадное число людей. И как только они пересекли границу, их всех объявили и гешами. При том, что никто из них вообще никогда не уезжал в Сирию, никогда не был сторонником какой-либо вооруженной формы борьбы, где бы то ни было. Семьи с женщинами, детьми. Арханг Джемаль в свое время сделал прекрасный фильм об этом. И этот фильм можно посмотреть, он выставлен в интернете. Прекрасный фильм о том, как объявить целое село в том, в чем оно вообще, к чему оно не причастно. Я могу, конечно, очень долго говорить о Северном Кавказе, потому что это такая, знаете, неприходящая боль. Но, конечно, интереснее, ну, что называется, взять с размахом и посмотреть на Южный Кавказ, потому что за последний год, мне кажется, насочиняли такое количество удивительных совершенно объяснений вообще тому, что произошло. И, ну, вот мы знаем, что, допустим, азербайджанские политологи и спикеры вообще на политическую тему разбились буквально на два лагеря. Первое, что маленький лагерь представлен людьми, которые считают, что, да, прекрасно, хотя бы какую-то часть Карабаха отвоевали, освободили от оккупации. И вторая, большая часть, к моему изумлению, придерживается той точки зрения, что это очень мало, это ничто. И самым худшим в этой ситуации является то, что теперь российские войска расположены на азербайджанской территории, чего не было с, по-моему, 90-го года, когда они покинули Азербайджан. С 93-го. Ну, неважно. С какого? По-моему, с 93-го. Или в 93-м, или в 94-м они ушли. Я могу ошибаться тоже. Угу. Мне кажется, что у Кавказа, ну, когда я говорю «у Кавказа», я имею в виду людей, и мне кажется, что у Кавказа есть так много общего, что отличает Кавказ от всех других территорий, как к северу от него, так и к югу, что можно говорить вот о неком таком общем, что людей объединяет. И в частности, мне кажется, что самое главное такая, ну, я бы даже сказала, порочная черта – это определенная наивность в отношении России. потому что горец, ну, так воспитан, что он других людей считает априори наделенными такими же качествами. Соответственно, у горца, естественно, как бы так получается, что у него, естественно, в голове складывается, что вот эти люди, которые больше 200 лет противостоят Кавказу, что у них тоже есть какое-то представление о чести, допустим, как это было в Российской империи. Можно спорить о том, было ли оно. Но людям все-таки кажется, что вот тогда, когда была какая-то такая благородная аристократическая составляющая, то там было больше благородства. Или скажем, что Россия – это такой вот политически ангажированный народ, который все время думает, как ему устроить то или это, как это происходит на Кавказе, потому что вы же, наверное, не будете отрицать, что на Кавказе любой человек в курсе политических событий, он вовлечен в политику, но только, наверное, совсем какие-то такие романтические натуры или, может быть, какие-то очень тяжело живущие люди, обремененные какими-то жизненными обстоятельствами, как-то выключены из этой политической жизни. Так Кавказ – это очень включенная в политическое мышление территория. Согласитесь? Конечно. Конечно, да. Вот. Кроме того, мне кажется, что даже после Чеченской войны и даже после грузинской агрессии, агрессии на Грузию 2008 года, Кавказ не понял, насколько расчеловечена та сила, которая им противостоит. Я думаю, что это вообще очень мало кто в мире понимает, степень расчеловечивания. Вот, скажем, делает доклад Владимир Осечкин о пытках в тюрьмах российских. Ну, это что? Это шок, трепет. Это вообще… Это какой-то 37-й год. Это… Как это понимать? Как это уложить? Человеческое сознание устроено так, что оно говорит, это перегибы на местах, это там что-то такое. Вот сейчас Владимир Осечкин, глава такой организации, которая называется «ГУЛАГу.нет», обратился к Путину и пишет ему «Дорогой Путин, прими меры, чтобы в СИН больше никого не пытал». Ну, как это? Вот как? Я думаю, что если бы, допустим, в любой свободной кавказской территории, не все кавказские территории свободны, выкатили бы подобный доклад, ну, народ просто бы восстал и, насколько я понимаю, все-таки, когда Михаил Саакашвили проводил тюремную реформу, то у него была большая поддержка. Я вообще приезжала, делала с вашими тюремными начальниками интервью в свое время, и там люди просили выключать диктофон, чтобы рассказать вообще, что вот, как это все было до Саакашвили. Это было, в общем-то, в стиле «лайт» по сравнению с тем, что происходит в России повсеместно. Мне кажется, что, будучи обремененной такими очень странными фобиями, которыми сегодняшняя российская власть, власть Абуянна, ей просто негде, у нее нету в мозгу такого места, в котором ей думать о Кавказе. Потому что, ну, наверное, люди следят за тем, как вообще все кавказцы, в общем-то, покидают любые властные структуры. Они покидают силовые структуры, армию. Их, в общем, уже не сыскать в Министерстве иностранных дел, как это было 20 лет назад, когда там присутствовали, ну, какие-никакие грузины под русскими именами, но все-таки они были. Были грузины в СМИ, они их покидают. То же самое можно сказать о представителях Северного Кавказа. То же самое можно сказать о представителях Азербайджана. И в СМИ это трагическое, я считаю, что это вообще просто непонятный феномен, для меня, по крайней мере, начинает преобладать, ну, что называется, армянская составляющая. Я не знаю, как это видно на Кавказе, но в Москве это видно очень просто, потому что когда начались 20 лет назад чеченские погромы в Москве, в Петербурге и в других больших городах в связи с началом античеченской кампании, то ни одна другая кавказская группа не выступила так сплоченно и не сказала, мы не горцы, мы не кавказцы, мы не имеем к этому отношения. И они дистанцировались от этого. Более того, они были застрельщиками, ну, можно сказать, такими раскачивателями антикавказской, антиисламской истерии в российских СМИ. Мне кажется, что это очень, очень серьезная вещь, которая вообще-то портит ренаме Армении больше, чем что бы то ни было. И у Армении, если она хочет, ну, как бы вот какие-то шаги предпринимать, то ей придется рано или поздно от этого российского крыла своей пропаганды, которая, кстати, зачастую против армян, против Еревана и вообще просто обливает их, по-моему, ничуть не хуже, чем всех остальных кавказцев, дистанцироваться. Ну, в данном случае не к ночи будет сказано, и Ленина вспомнила о национальной гордости Великоросова о том, что вот эти держиморды надсмены, они, а, ну, еще там у него было по поводу Сталина письмо, что держиморды надсмены, они гораздо худшие шовинисты, чем сами русские. Это действительно так, и в данном случае это понятно, это, кстати, этот феномен хорошо описан и в других местах, просто, ну, как бы, как человек из прошлого, я все равно вспоминаю вот то, что было даже в детстве, а не в молодости уже. Но дело не в этом, дело в том, что, вот смотрите, про наивность, я хочу действительно с вами согласиться, что самый главный наивный, самый главный наивный тезис у капказских народов, у народов Южного Кавказа, я не знаю, есть ли это на Северном Кавказе, это то, что можно договориться, вот, с Москвой можно договориться, через Москву можно получить какие-то припенсии. Это было и у Грузии, до сих пор еще есть, но уже после 2008 года уже в такой атомистической форме, 2008 год очень здорово дал по голове на самом-то деле, но до 2008 года была абсолютная уверенность в том, что с Москвой можно договориться и с помощью Москвы можно решить какие-то проблемы, до сих пор это существует в определенной части в Азербайджане, это существует в Армении тоже. Но на самый главный вопрос, хорошо, ладно, с нами все понятно, зачем нам по нашей наивности нужен центр, чуть не сказал союзный, российский, то есть зачем это нужно, я более-менее понимаю по наивности и глупости нашей, а вот им-то мы зачем? Не представляем мы, у нас хорошо там Азербайджан, нефть, но нефть и газы в России сколько угодно, марганец есть в Грузии и медь, медь там, золото тоже в Грузии есть, медь золото и Грузия есть в Армении, но природных запасов, слава Богу, у России в разы больше, чем у нас. Часто, как говорят, про геополитику, про какое-то влияние, ну, ведь если вот так вот с точки зрения человеческой, поставить, какое влияние, да даже влияние можно распространять без всяких танков, солдатского сапога и более того, ведь чем больше давишь, тем хуже получается, тем больше получается сопротивление. Зачем это все? Вот я, на этот вопрос я себе, я человек, который скажу нескромно, считая, что я более или менее знаю Россию, ну, не скажу, что я знаю Россию, я скажу, что я знаю Россию больше, чем многие мои соплеменники, я не могу себе все равно на этот вопрос ответить. Вот зачем все это? Гела, на самом деле, если вот приковать людей, сидящих в Кремле к батарее, хорошенько их спросить, они тоже не ответят, потому что действия России носят абсолютно хаотический характер. И если, допустим, еще в 90-е годы, ну, можно было проследить какую-то причинно-следственную связь, то есть можно было понять, зачем гельцинское правительство то или иную вещь делает, хотя, допустим, с Чеченской войной тоже большие вопросы, и на самом деле люди не отвечают на этот вопрос, зачем была нужна Чеченская война. То же самое сейчас, они не в состоянии ну, как-то внятно объяснить, да, они даже не объясняют. Вот, допустим, если нулевые годы в Российской Федерации, еще была какая-то армия политологов, там, в той или иной степени прикормленных, они там собирались по свистку Суркова, там, какое-то планирование у них было, 2020-й, 2025-й, там, туда распространиться, сюда, придумывали какой-то русский мир, еще что-то, то все, это все закончилось, больше нет никакого планирования, у них нет никакой стратегии, у них нет вообще никакого видения, они не знают, кто они. Если бы они знали, кто они, ну, они бы, наверное, как-то нарисовали бы хотя бы пунктирно портрет, кто они, к чему они зовут. Если они русский мир, то, слушайте, они, ну, это просто издевательство, я не знаю, есть ли русские, но если они где-то есть, то это издевательство над русскими, потому что, ну, даже выходцы с русскими фамилиями из бывших республик СССР с такими трудами могут получать это российское гражданство, как будто, я не знаю, они последний кусок хлеба отнимают у этой власти. В чём они русские? Вот, допустим, русская эмиграция первой, второй волны долго, мучительно, десятилетиями думала, в чём же вот эта вот русскость? И многие мыслители этой волны, там, допустим, вот старший Рар, который был в НТС, и который был такой, ну, церковный человек, как большая часть русской эмиграции была церковной, и на этом, кстати, с грузинской эмиграцией было полное понимание, что если мы построим вот какое-то своё видение будущего на церковности, то мы, ну, у нас есть видение, что делать. но когда Советский Союз рассыпался, то первым делом эта новая власть стала бороться с церковью, поскольку она, как и семь, сколько, семьдесят лет назад считала, что главной опасностью вот в этой новой реальности является церковь. Как после революции они уничтожали церковь, так они принялись уничтожать ростки там какой-то христианской демократии, каких-то там вольных православных обществ. Была же очень большая просто гигантская волна именно христианского единства. И в том числе мощнейшим ну, как бы крылом, что ли, этого направления было единство с грузинской православной церковью, поскольку у грузин в лицах, в глазах людей, которые вообще что-то знали и понимали о советской подпольной жизни церкви, они понимали, какую фантастическую, гигантскую роль сыграла Грузия в сохранении ну, просто вот беглых монахов, целыми монастырями переселялись в Грузию, там всех, всем находили место, где их спасали, их кормили. Слушайте, русские люди, которые еще сто лет назад были, на Кавказ бежали за свободой. И это вот сформулированное Лермонтовым может быть не очень удачно. Идея о том, что за стеной Кавказа можно сокрыться от вот этого кошмарного ока царева, это же осталось и в 20 веке это было. Сколько различных сектантов, молокан, баптистов нашло приют на Кавказе в то время, как во всей остальной Российской империи их просто укатывали в землю. Старообрядцы бежали на Кавказ, они старались двигаться дальше, поскольку старообрядцы имели слишком большой опыт противостояния империи и не верили в то, что их там не достанут, они уходили вообще в Османскую империю. Но вольный дух Кавказа, ну, это то, что может быть немного можно почерпнуть из русской литературы. Всё-таки те писатели, которые приходили на Кавказ повоевать, ни за чем другим они не приходили, на каком-то этапе рано или поздно отчаиваясь или наоборот будучи такими горделивыми офицерами, но они понимали, что они сталкиваются с совершенно другой человеческой сущностью, и что главным вот в этих людях, с которыми они сталкиваются, является свободолюбие и отрицание рабства и запрос на справедливость. Этого ничего в России не было. Никогда, начиная с 14 века, просто все ростки закопаны в землю. А на Кавказе это есть до сих пор. Вы знаете, вот этот вопрос, что ищет Россия на Кавказе, он такой, знаете, он такой лирический, что ищет эта Россия на Кавказе. Мне кажется, что вообще, если уйти от романтизма, то существует другой вопрос. Вообще, зачем Кавказу Россия? И в свое время у нас были довольно-таки большие разговоры об этом, в нашем круге с Гейдаром Джамалем, с Арханом Джамалем. И наша позиция, ну, можно сказать, зафиксировалась на том, что кавказцы и горцы не должны ее бросать, потому что это очень ценный такой, ну, что ли, элемент. и при любой подвижке, при любом ну, каком-то серьезном потрясении, при любой смене власти никакого другого, ну, что ли, сообщества, кроме кавказцев, которые могут управиться с этой территорией по уму, больше нет. Я понимаю, что это очень какая-то такая кровожадная, может быть, тяжелая задача, но, тем не менее, мне кажется, что в сегодняшнем состоянии Россия, конечно, ну, для Кавказа просто тяжелый такой постоянно угрожающий сосед, непонятно чем, без каких-либо планов, но в стратегическом плане для Кавказа, который, конечно же, рано или поздно, я просто убеждена в этом, обретет самостоятельность, субъектность и независимость, но, тем не менее, вот эта гигантская территория очень важная, она останется его ресурсом. Знаете, просто я, у меня тоже, у меня как раз-таки аберрация близости, потому что, ну, ясно, что, ну, уже то, что я с вами говорю на русском языке, уже это говорит о том, что, да, конечно, но с другой стороны, я рационально понимаю, что вот это наше управление, территория эта огромная, она очень дорого обходится всем кавказцам, она очень дорого обошлась и до сих пор обходится Грузией, она очень дорого, к сожалению, на мой взгляд, я считаю, что обойдется и Чечне, вот этот кадыровский фактор, который сейчас есть в России, то есть, быть соседями, это здорово, пытаться что-нибудь, и здесь в Грузии это начинают понимать, это новое поколение начинает понимать, что Россия, как любая большая территория и любой большой народ, она растворяет, и мы опять приходим к тому, что вот сказали про российские СМИ и людей с кавказскими фамилиями в этих российских СМИ, в данном случае с армянскими фамилиями, людей с грузинскими фамилиями, в 20-х, 30-х годах, которые были в руководстве России, в 20-х, даже, скажем так, 50-х годах, и даже при царской власти, то же самое, вот в чем была трагедия Грузии, в том, что когда знать под штыками согнали в Сионский собор в 1801 году и под штыками заставили присягнуть российскому императору при живых наследниках царя, единственной, единственной, кто восстал против этого, восстал с оружием в руках и нанес удар, нанесла удар, генералу Лазареву была царем Натариджана. Власть, да, она была, в знать, да, она была обезоружена, но она была обезоружена не только в физическом смысле в Сионском соборе, ее потом обезоружили, когда осыпали благами, и ни один грузин, вот, из простолюдинов, до 1870 года, ведь грузин не призывали в российскую армию, они просто не понимали, грузины, что значит палочная дисциплина, и что значит подчиняться офицеру, после того, как после боя, как офицер может высечь своего воина, своего солдата, но была и другая сторона, наша знать, которая с удовольствием, с каким-то вообще непонятным удовольствием пришла, пошла служить, пошла служить, и, в общем-то, грузинские офицеры и генералы царской армии, они составляли достаточно большое, и для многих это составляет что-то не предмет гордости, хотя гордиться тут нечем, страна завоевана, а твоя элита идет служить к завоевателю, поэтому, ну, это очень опасно, это очень опасно рассматривать Россию как, рассматривать Россию нужно, я считаю, вот мое личное мнение, как соседа даст Бог адекватного, даст Бог, который поймет свой интерес, а интерес в том, чтобы на Кавказе были дружественные народы, как на Северном, так и на Южном, чтобы можно было просто жить в мире и в согласии. Ну вот, если мы говорим про Северный Кавказ, буквально недавно, буквально вчера появилась новость, что в Кремле заявили, что, мол, решение парламента, ну, госсовет, госсовет там называется, Татарстана, о том, что не будут они упразднять пост президента Татарстана, это всего лишь мнение, а не юридический документ. Ведь был момент, когда вот между Шаймиевым и Ельцином был заключен договор о разграничении полномочий, и Россия шла к полноценной федерации, что сейчас сворачивается. Я понимаю, почему это, я не понимаю, я понимаю мотивы тех людей, которые сейчас в Кремле, я не понимаю, как они, как они не понимают, к чему это в конечном итоге приведет. Что с этим делать? У них логика простая, они задавили все протестное движение на всех уровнях, вообще, любой протест, не только политический, даже там социальный, экологический, любой. И они считают, что ну вот теперь отлично, теперь как бы наше время пришло. Дело в том, что в России же очень специфический режим. Если там пришедшие с Ельцином люди, это были, в общем, партийные начальники, которые там проделали какой-то путь, там что-то обдумали, передумали, как-то вот они стали какими-то борцами, то в наследнике себе Ельцин назначил просто мелкого офицера, не сделавшего успешную карьеру в советское время, человека, пошедшего работать в КГБ в 80-е годы. Ну, это, понимаете, это как бы человек, он совсем опоздал на любой поезд, потому что пойти работать в КГБ, там, я не помню, когда он там пошел, в 70-е годы, в 80-е годы, ну, это, ну, как бы это выпасть из реальности полностью, то есть это провинциальный человек с какими-то очень скудными потребностями, вот пошел работать, потом, ну, обманул или не обманул ельцинское окружение, самого Ельцина, сделался наследником и пригласил таких же, ведь он же не позвал каких-то там маститых КГБшников, которые там чего-то умели, там, за кем-то следили, ну, что-то такое у них, по крайней мере, какое-то обучение было в голове, нет, он пригласил таких же своих товарищей, которые нигде не преуспели, среди его, ну, что ли, соратников, в общем-то, генерал был только один, Полтавченко, и он был, по-моему, в тяжелейшем маразме, он был одно время губернатором Петербурга, это было просто как бы катастрофа, пришли люди, у которых нету за спиной успешности какой-то, каких-то достижений, они чудом, это просто настоящие временщики, ну, вот, если знать там историю России 18 века, то история временщиков представлена там прекрасно, это бессмысленные действия, там приходит один временщик, он, допустим, немец, он всюду сажает своих немцев, в том числе в Академии наук, вообще нигде нельзя пробиться не немцу, только немцы, окей, хорошо, приходит следующий, там еще как-то по-другому метла метет, то, что сейчас происходит, мне кажется, рациональному объяснению не поддается, поэтому понять их действия, слушайте, им совершенно не нужно давить на Татарстан, они давят, им совершенно не нужно было вообще идти с войной в Грузию, они пошли, им совершенно не нужно было устраивать этот кошмар, который они устроили в Украине, но они его устроили, это можно объяснять, понимаете, как вот, там, скажем, 19 века хохотала над Российской империей в прозе и в стихах и всячески ее высмеивала как город глупов, но когда приходит православная империя, сто лет назад отменившая свою патриархию, она приходит в Грузию, она уничтожает древнейший патриархат, который древнее, чем российский, в четыре раза, она забирает почитаемые иконы, увозит их зачем-то к себе туда, на север, по-моему, даже крест Святой Нины был утащен обманным путем поправьте меня, если это не так. Это же уму непостижимо, зачем это делать? Так ни одна империя не поступала, так не поступала даже Британская империя, которая очень жестко везде рулила своими территориями, и тем более так не поступала Османская империя, которая ну, будем честны, всюду, куда простиралась что называется длани Османской империи, эти народы так или иначе были избавлены от колониализма, его ужасов, его кошмаров, империализма и всех этих родимых пятен. Все-таки у Российской империи был шанс стать дважды не тем, чем она стала. Вот вы начали с того, что Ленин предупреждал, что и народ очень нехороши, когда становятся более русскими, чем русские, но у революции был гигантский, гигантский потенциал. В том числе он был потому, что некоторая часть большевиков работала активно на Кавказе. И это касалось, конечно, только мусульманской части Кавказа, потому что вся христианская часть Кавказа шла в одном регистре с русским православием, которое нужно было зачистить до основания. А мусульмане получили 10 лет фору. Как все знают, в течение 10 лет до 1927 года в той или иной форме вот эта вот новая власть считала, что мусульмане это такие же, как и марксисты, коммунисты, такие же вот люди, которые идею справедливости понимают, и это будет у нас общей точкой. Но потом Сталин пришел в себя, расправил плечи, понеслось и по мусульманским территориям. Вы знаете же, что Рамзан Гадыров, которым всех так пугают, он задолго до Татарстана перестал именоваться президентом и стал именоваться главой. Есть определенная привычка у побежденных властителей, поставленных пасти народы, ну, как бы судовоинной силой преклонять свою шею и свои колени перед федеральным центром. Но так будет не всегда. Россия и вот это все пространство тем и хорошо, что навсегда там не получается ничего. это и спасает. Это и спасает. И вы знаете, у нас не так уже много времени остается, а я обязательно хочу спросить вот ваша недавняя заметка и там у меня за очень много всего зацепилось мыслей, но вот особенно первое, ну, образованщина, насколько я понимаю, вы называете то, что обычно говорят еще интеллигенция, так называемая российская. Образованщина при этом считает Грузию, предпочитает Грузию переселяться туда, ездить туда за комфортом, им нравится вкусно, дешево есть, пить, жить среди красоты и дышать вольностью, но дальше продолжение, что они могли бы видеть, найти такую же красоту на северных склонах Кавказа или в Азербайджане, но у них устойчивое мнение, что там опасно, мусульманский Кавказ и власть и образованщина считают для себя опасными, я бы хотел больше раскрыть эту тему, а почему? Почему образованный так называемый образованный класс считает ислам, исламские территории населенные мусульманами опасными? Да, и вообще мусульманами. 20 лет чудовищной пропаганды сделают свое дело, есть уже целое поколение, которое выросло под, можно сказать, звон этой пропаганды, я не знаю, представляете ли вы себе вообще, что тут творилось, когда началась вторая чеченская, когда она продолжалась, и это же возвращается волнами, вот допустим, сейчас они не празднуются, отмечают то, сколько-то лет со дня Беслана, то сколько-то лет со дня Норд-Оста, то еще какие-то такие теракты, это же происходит не потому, что вот это какая-то такая точка объединяющая, или там очень много было сделано для людей, пострадавших во время этих событий, нет, это повод для очередной такой вот исламофобской кампании, вот сейчас, это просто даже, это было бы смешно, если бы это не было так нелепо, вот сейчас в Москве идет суд над неким человеком, который якобы 11 лет, 10, 11 лет назад возил он таксист, возил там из пункта А в пункт Б, где-то там внутри Чечни, внутри Дагестана человека, который сопровождал тех двух девушек, которых, ну как бы вот, как мы считаем, Вагабов послал устроить теракт в московском метро, прошло 11 лет, этот человек сделал всего-навсего ну какой-то обычный маршрут, он не был участником, он его даже никто не обвинял до пары до времени, из этого делают просто какое-то шоу, ну как бы очень многие реалии российской сегодняшней жизни нужно объяснять, допустим, у нас все суды закрытые по терроризму и вообще почему-то отдаленно имеющему отношение к терроризму, туда не может попасть пресса, туда не могут попасть даже часто адвокаты, родственники, естественно, никакой публики, вдруг, внезапно этот суд делается открытым, туда приглашаются телеканалы, агентства, все разрешено снимать, в судах российских запрещено снимать, тут можно снимать все, приходят какие-то непонятные пострадавшие во время тех терактов, выясняется, что они все либо менты, либо бывшие менты, либо там какие-то идеологические работники первого канала российского телевидения, ну, к чему я это все, к тому, что пока было сопротивление на Кавказе, это была одна ситуация, все сопротивление подавлено, и ситуация изменилась во всей стране, поэтому мы имеем ту реальность, которую мы имеем сейчас. Образованный класс, не будем употреблять это такое, может быть, в сердцах сказанное Солженицыным в известной статье, очень такой жесткой в отношении советской образованной публики, советская интеллигенция, постсоветская интеллигенция ну, наверное, еще более обладает таким подвижным позвоночником, потому что то, та готовность, с которой она согласилась со всеми пунктами пропаганды антиисламской, я просто не могу подобрать советское время, там, скажем, не берем сталинское время, постсталинское время, не берусь подобрать аналогию, потому что тогда люди с большим скепсисом относились к тому, что им лили в уши. Сегодня любая антиисламская какая-то акция или любой антиисламский тезис, он, в общем-то, находит одобрение в душах образованного, и я уж не говорю о необразованном слой людей. И это поразительно. Когда мы видели, во что выливается античеченская кампания, найти людей, сочувствующих чеченцам, было очень трудно. только вот такие отмороженные еще имевшие опыт противостояния советской системе, православные люди, мне известны такие случаи, они помогали чеченцам буквально, то есть это не были какие-то деятели, это были люди, которые ежедневно пытались помогать чеченским семьям, которые попадали в беду, эта беда была повсеместной для всего чеченского народа. Вы обмолвились о факторе Кадырова, вот этот фактор Кадырова это на самом деле очень сложный фактор и совсем не такой однозначный, как это можно было бы представить, потому что по мере того, как раздавлены все центры силы в Российской Федерации, очень многие групп населения оказались просто беззащитными и в частности абсолютно беззащитными оказались мусульмане. У мусульман в Российской империи, как называется, федерации ну просто нету никакой формы защиты и на каком-то этапе ну я не думаю, что это сама жизнь я думаю, что это такой как бы такой политический конструкт, что вот у вас есть в качестве защитника только один Рамзан, он позиционирует себя как мусульманина, одно время все деятели чеченского этого кадыровского правительства были во всех соцсетях там твиты с призывом на утреннюю молитву, там известно, что Рамзан совершал звонки всем своим этим приспешникам, если он не ответил, не проснулся, завтра его уволят, потому что он не встал на утренний намаз, ну это понятно, что это отчасти это показное, но для мусульман, которые затравлены до такой степени, что в тюрьмах мусульмане не могут получить Коран, и об этом говорит никто-нибудь, не муфти, не какие-то там спикеры, не мусульманские по происхождению какие-то чиновники, а об этом говорит Алексей Анатольевич Навальный, когда его арестовали, он привез с собой Коран, и ему сказали нет, Коран должен пройти цензуру, Коран на русском языке в переводе, и вот пока Алексей Анатольевич Навальный не написал об этом, пока это не разошлось в миллионах твитов, как бы публика и не знала об этом, и она сейчас ничего не хочет об этом знать, вот сейчас опубликовали, сегодня, по-моему, какой-то там международный день политических заключенных, посчитали политических заключенных в России, я просто расхохоталась, их насчитали там 430 человек, при том, что в тюрьмах сидят до сих пор пленные времен Первой Чеченской войны, это не политические с точки зрения тех, кто считает, сидят журналисты, ждут своего суда Абдулма Менгаджиев, просто хороший журналист, автор таких размышлений на мусульманскую тему, математик по образованию, вокруг него просто журналист, вообще ни с чем не связанный человек, вокруг него создали заговор, состоящий из 11 человек, напытали там, согнали к нему в клетку людей, которых вообще никто он не знал, и они его не знали, просто для массовитости, чтобы был массовый процесс. И один раз вот все журналисты, которые вообще ходят ногами где-то, вышли на такой массовый пикет, это было еще до пандемии, в защиту Абдулма Мена. Все, больше о нем ничего нет. Разобщенность мусульман, а их, между прочим, там никто даже не считал, сколько в России. Как бы вот такая консенсусная цифра 20 миллионов. Разобщенность мусульман и действенность антимусульманской пропаганды это очень сильная вещь. Очень сильная. Вы знаете, у нас очень мало времени и все-таки вот мы говорим уже почти час, но один вопрос я не могу не задать. А вот этот толстокожесть образованщины, как вы сказали, она связана со страхом, может быть, или с незнанием? Чего тут больше, страха или незнания? Вы знаете, я предприняла целый, это может такая самореклама идет, но мы два года, три года делали сериал, который мы назвали «Джихад русской литературы». Он о том, что русские писатели вот как бы соприкасались с Кавказом, мусульманами, исламом, угорцами, вот со всем этим. И что они из этого вынесли? Мы, страшно сказать, мы сделали 33 серии, то есть каждая серия посвящена какому-то автору от Пушкина до Кормильцева. И в ходе того, как мы это делали, меня, честно, охватывал даже какое-то такое отчаяние в своем роде, потому что мне казалось, ну, все же мы читали, в школе проходили, много чего знаем наизусть. Кажется, что, ну, просто вот мы на поверхности не видим, а вот если так копнуть, то там будет четкое понимание, там, солидарность с теми людьми, которых они убивали. А на поверху оказывается, что, в общем-то, есть только Хаджимурат Толстого, который был написан им в старости незадолго до смерти и опубликован уже после смерти и без цензурных помарок опубликован только после революции. Хаджимурат, вот эта маленькая повесть из всей русской литературы, это удивительная ведь вещь, потому что там черным по белому рассказано, что такое карательная экспедиция российской армии против Кавказа, как жгли лес и этот лес на Кавказе не восстановился, как его рубили, это не восстановлено, как уничтожали и жгли аулы, мы знаем сколько разрушенных селений на Кавказе, как что делали с людьми, как это воспринимали люди на Кавказе, очень коротко, это как журналистское эссе, но как и очень много в литературе эта повесть не кончается повестью, потому что мы знаем, что до сих пор голова Хаджимурата находится в неких хранилищах, то ли в кунсткамере в Петербурге, то ли в музее антропологии, и если в начале 90-х годов были журналисты, которые приходили к этим хранителям, они им просто показывали череп Хаджимурата с номером на лбу, то сейчас наследник Толстого такой вот распорядитель Ясной Поляны просто дал официальную бумагу в ответ на запрос с просьбой выдать для захоронения череп Хаджимурата на родине, что сейчас это может вызвать волнение. Болезненность таких вещей она всеобъемлюща, потому что известно, как некая группа, явно эти люди были связаны с спецслужбами, они преодолели границу между Дагестаном и Азербайджаном ночью прибыли туда поверх всяких границ, выкопали останки Хаджимурата, он был похоронен на территории Азербайджана, и тайно их перевезли на его родину и закопали без головы, которая по-прежнему в самом Петербурге. Мне кажется, что вот все вместе наилучшим образом характеризуют вообще, почему вот ответ на ваш вопрос он в этом, потому что эти люди просто лишены этических рамок, они лишены их с самого верха и до самого низа. Там не только, кстати, череп Хаджимурата, там очень многие черепа непокорных людей. К сожалению, время уже у нас на исходе, но вот да, хотелось бы закончить на какой-то оптимистичной ноте, но насколько я понимаю, поводов для особого оптимизма нет. Спасибо за точный диагноз. Большое спасибо. Большое спасибо, дорогие друзья, что были сегодня с нами. Всего доброго и до новых встреч. субтитры Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...